Примером взаимного уважения и сохранения общего исторического наследия России и Франции станет событие, которое состоится завтра в Вязьме. На Екатерининском кладбище будут захоронены останки русских и французских солдат, погибших при отступлении Наполеоновской армии в ноябре 1812 года. Сегодня в преддверии этого знакового события в Москве встретились потомки тех, кто больше двух столетий назад стоял во главе двух враждующих армий. Им представили останки соратника Наполеона генерала Гюдена, найденные под Смоленском. Репортаж Александра Евстигнеева. Стоя над останками наполеоновского генерала Гюдена, каждый из них проживает свои эмоции. Наследники двух знатных фамилий – Романовы и Мюраты. Враги, 200 лет назад, кузены сегодня. То, что мы сегодня находимся здесь, чтобы почтить память генерала Гюдена, что Россия обнаружила его у себя и готова отдать его Франции для захоронения, это великая честь. Я впечатлен широтой русской души и испытываю невероятную благодарность. Это наследник того самого Иоахима Мюрата, наполеоновского маршала, известного нам по роману «Война и мир». Пандемия, закрытые границы, но он в Москве с миссией. Новый виток изучения войны 1812 года. Мы имеем дело с своего рода исторической идентификацией личности. Генерал Гюден, его останки раскрывают тайны медленно. История войны 1812 года уточняется уже третий век. Любимец французского императора погиб, когда пушечное ядро оторвало ему ногу. Так считалось еще год назад, когда захоронение генерала нашли буквально в центре Смоленска, на холме в городском саду. Сомнений не было. Это Гюден. Следы импровизированного склепа, кости только правой ноги. Но после анализа останков, проведенного российскими археологами, стало ясно. Последний бой генерала Гюдена был иным. Это была артиллерийская граната. То есть это полое ядро, которое разрывается на множество осколков. Это были осколочные ранения? Да, это были осколочные ранения. Мы это видим по форме ранений, которые на поверхности костей. Казалось бы мелочь, но именно из таких уточнений, деталей, складывается реальная история великих событий. Ту же войну 1812 года романтизируют гусары, полки, бородино, мемуары генералов. Но когда русско-французская археологическая экспедиция отправилась на раскопки под Вязьму, стала понятна глубина трагедии двух народов. Мы видим, что это картины страшной мясорубки. Гибель, это изуродованные люди. Это очень большие потери. Что, в общем, конечно, совпадает с картиной, которую дают многие воспоминания, которые мы не всегда внимательно читаем. Пьер Малиновский гордится памятной медалью, которую держит в руках 200 лет Бородинской битве. Руководитель франко-российского исторического проекта сегодня получил её от правнучки Кутузова в шестом поколении. Пьер обещает, что останки генерала Гюдена будут захоронены во Франции. Это должно было произойти ещё весной, но Франция пока не обратилась к России с официальным письмом. Если официальный Париж не заберёт останки до мая, я сделаю это сам. Семья сделает запрос на перевоз тела во Францию. Мы найдём финансирование, наймём самолёт через меня или через наше правительство. Но уже завтра 120 воинов обретут покой. Их останки были найдены летом в общих могилах. Теперь они будут с почестями преданы земле. В Вязьме недалеко от Иоанна Предтечего монастыря. В 1812 году Наполеон останавливался там. Сейчас же русских и французских солдат захоронят на единой аллее воинской славы. Александр Встегнеев, Анна Колк, Вести.